Набросы, убийства, харассмент, жуткие скандалы, сотрясшие научный мир 27 декабря 2018 года РИА Новости Набросы, убийства, харассмент, жуткие скандалы, сотрясшие научный мир Научные скандалы 2018 Источник изображения, иллюстрация РИА Новости Алина Полинина Депозит фото, НАСА Москва, 26 дек РИА Новости Альфия Яникеева По оценкам журнала Nature Около трети исследователей замешаны в плагиате и фальсификации данных Причем чем старше научный работник, тем чаще он готов пойти на погонку полученных результатов Не стал исключением и уходящий 2018 год Хирургия на грани скандал с итальянским хирургом Пауло Маккиарини Известным неудавшимися попытками пересадить пациентам созданные им искусственные трахеи Кажется, завершился Как пишет Nature Последняя из опубликованных им работ отозвана 7 июля 2018 года Первые обвинения против Маккиарини были выдвинуты еще в 2014 году, когда выяснилось, что 7 из 9 прооперированных им пациентов умерли Каролинский институт в Швеции, где работал исследователь, защищал его до последнего и уволил лишь в 2016 году При этом пост пришлось покинуть ректору института Андерсу Хамстену В сентябре 2016 года Маккиарини возглавил лабораторию биоинженерия и регенеративная медицина в Казанском федеральном университете Однако уже в апреле 2017 года проект закрыли Тем временем в Швеции новый ректор Каролинского института создал комиссию, доказавшую, что Маккиарини и его соавторы сознательно сфальсифицировали данные в шести научных статьях Мошенничество высшей пробы в начале октября трое ученых Джеймс Линдси, Хелен Плакраус и Питер Багасян написали открытое письмо в журнал «Эры», где признались, что целый год дурачили научное сообщество Исследователи под вымышленными именами писали абсурдные научные статьи, посвященные исследованиям феминизма, культуры мужественности, вопросам расовой идентификации и сексуальной ориентации И направляли их в авторитетные рецензируемые журналы В работах ученые ссылались на несуществующие источники и публикации фиктивных авторов, придумывали цифры и данные опросов, но подлога не заметил практически никто Из 20 написанных ими работ тем прошли рецензирование у ведущих ученых и были приняты к публикации авторитетными научными журналами В начале октября исследователи решили раскрыть себя, хотя и признавались, что опасаются теперь за свою академическую карьеру Научные журналы, опубликовавшие поддельные статьи, пообещали отозвать их, но никаких официальных комментариев по поводу разразившегося скандала не дали Выбросы Или вбросы Осенью 2017 года в атмосфере сразу нескольких европейских стран зафиксировали повышенный уровень радиоактивного изотопа Рутения-106 Французская газета «Лефигаре» связала этот факт с деятельностью российского атомного предприятия «Маяк», так как «Ре-106» может быть продуктом переработки свежего облученного ядерного топлива В газете предположили, что на «Маяке» пытались получить изотоп серии 144, необходимый для проведения международного эксперимента по поиску стерильного нейтрино В начале февраля этого года корпорация «Райсатом», в которую входит предприятие «Маяк», официально опровергла все обвинения, выдвинутые По словам представителя Департамента коммуникации «Росатома», никакой связи между зафиксированными ранее повышенными значениями Рутения-106 в атмосфере и деятельностью ГУППО «Маяк» не существует Космический детектив в конце августа в российском сегменте МКС была зафиксирована утечка воздуха При этом экипаж обнаружил отверстие диаметром 2 мм в обшивке корабля «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции 8 июня Скорость утечки была небольшая – около 0,8 мм ртутного столба в час За ночь она увеличилась до 4 мм ртутного столба, поэтому между орбитальным модулем «Союз» и станцией «Задра» или герметичной люки По совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком каптоновой лентой, особым полимером, используемым для изоляции в самолетах и космических кораблях Против этого выступала американская сторона командира МКС Эндрю Фистелл предлагал понаблюдать за ситуацией сутки и только после этого выработать оптимальный план ремонта На «Россияне» решили не ждать В РКК «Энергия», изготовивший космический корабль, сразу исключили версию о производственном браке Расследованием инцидента занялась специальная комиссия Роскосмоса В ночь на 12 декабря ДРУ удалось изучить снаружи Российские космонавты Олег Каноненко и Сергей Прокопьев при выходе в открытый космос вскрыли микрометеоритную защиту Союза Взяли пробы с поверхности вокруг отверстия и сделали его фотографии, которые затем отправили на Землю Роскосмос пока не комментирует ход расследования Что касается американской стороны, то НАСА отказалась от совместного расследования происшествия Сексисты в ЦЕРНе выступая 1 октября с докладом в Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН, профессор Пизанского университета Александр Струмио заявил, что физику создали и развивали исключительно мужчины И они же добиваются больших успехов в этой отрасли, чем женщины Основная причина в том, что мы слишком разные Мужчины лучше работают с вещами, а женщины со людьми По словам исследователя, в начале научной карьеры представители обоих полов цитируют одинаково Но со временем именно мужчины добиваются большего признания Поэтому пора покончить с сексистской политикой и отдавать им предпочтение Принайменно работу в исследовательские институты Ученый даже посетовал, что однажды вместо него наняли женщину Хотя его профессиональные заслуги были выше Исследовательницы, присутствующие на лекции Струмио, возмутились и запустили в соцсетях флешмоб с историями о том Как они сталкивались с дискриминацией в институтах и университетах В ЦЕРН поспешили откреститься от оскандалившегося физика и сообщили, что больше с ним не сотрудничают Отредактированные дети в конце ноября этого года китайский исследователь Хэт Зинькуи заявил, что с помощью системы CRISPR-Cas9 отредактировал геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения В результате от здоровой матрии ВИЧ-инфицированного отца родились две девочки-два няшки с измененной ДНК Хэт Зинькуи пояснил, что удалил у детей ген CCR5 И благодаря этому они получили пожизненный иммунитет к ВИЧ Научное сообщество резко осудило работу генетика В Китае более ста ученых написали открытое письмо правительству с требованием законодательно ограничить работу с генами человека Большинство специалистов сходились во мнении, что технологию CRISPR-Cas9 еще рано использовать на человеке Слишком велика вероятность побочных эффектов делюций, хромосомных перестроек, при которых теряется участок хромосомы, и мозаицизма Наличие в тканях генетически различающихся клеток В администрации Южного университета науки и технологий Китая, в котором работал Хэт Зинькуи, заявили, что генетик еще 2 февраля 2018 года временно покинул должность с сохранением заработной платы до января 2021 года В университете не знали о его экспериментах за пределами учреждения Идет расследование заявлений ученого, все опыта с человеческим геномом в стране временно запретили А самого Хэт Зинькуя никто не видел с 28 ноября Согласно сообщениям целого ряда мировых СМИ, он может находиться под домашним арестом 26 декабря 2018 года права на данный материал принадлежат РИО Новости Материал размещен правообладателям в открытом доступе Продолжение следует... Продолжение следует...